МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 апреля делегаты Всероссийского совещания Советов впервые за пять дней работы отошли от повестки дня. Внимание всех присутствовавших в Доме народов было приковано к недавно вернувшемуся из эмиграции Плеханову и сопровождавшим его социалистом из Великобритании и Франции. Основатель российской социал-демократии торжественно объявил, что революция в России свершилась, и рабочий класс взял власть в свои руки. Возразить такой фигуре, как Плеханов, никто не посмел. Единственный человек, способный доказать миру, что революция не завершена, и готовый продолжить ее, сам в это время только возвращался из эмиграции. 15 апреля 1917-го он пересек шведско-российскую границу по замерзшему Ботническому заливу и прибыл в приграничный город Торнео, где его обыскали английские офицеры штаба Антанты, приглашенные в Россию временным правительством. После обыска он заполнил опросный лист пассажира русского подданного, прибывшего из-за границы через пограничный пункт и уже открыто въехал на территорию России. В тот же день он написал своим сестрам, что 16 апреля будет в Петрограде. Спустя несколько часов эта информация была опубликована в «Правде». Этим человеком был Ленин. Весть о том, что Владимир Ильич прибыл в Россию, скоро будет в столице, взбудоражило российское общество. Начался путь к социалистической революции, до которой оставалось 206 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова